Добрый день. Да, они будут нарастать очень показательно, несмотря на совершенно драконовские меры, принимаемые властью. Ведь можно получить 15 лет тюрьмы просто за участие в митинге, как же это идет по статье дискритации армии. 10 лет тюрьмы за неявку в пункт сбора. Но это уже де-факто военное положение и военная диктатура. Будет нарастать, конечно, сопротивление, особенно на фоне тех всеми нами ожидаемых успехов украинской армии на фронте. Ведь вся эта мобилизация – это истеричная реакция Кремля и лично Путина. Но вы же помните, до предыдущей недели официальной позицией Москвы было ни в коем случае, не будет никакой мобилизации. Более того, когда в день открытия Государственной Думы Зюганов вылез на трибуну и что-то там прорычал про демилизацию, его немедленно опровергли Песков, еще ряд споксманов режима. А через час его пресс-секретаря вытащили на первый канал телевидения, где он извинялся и рассказывал, что Геннадий Андреевич неправильно поняли, он имел в виду только экономическую мобилизацию. А тут Кюрер вернулся совершенно опозоренный с неудачной саммита в Самарканде, где выяснилось, что против него не только Запад, но и те страны, которые он считал своими союзниками. Да, ОДКБ открестилось уже от войны, и буквально там криминальная ответственность, если граждане этих стран, Казахстан, Узбекистан, пойдут на войну. То есть они не поддерживают Путина. И в ответ, ну, три совершенно безумных акции мобилизации, которые, ну, понимаете, какая-то частичная. Я прочел текст указа, там любой военнообязанный, может быть, признан, военнообязанный 25 миллионов в России. Все люди, уже оболваненные вот этой имперской пропагандой и желающие участвовать в этом преступлении, они давно уже добровольно отправились в Украину или там в надежде получить ладу за свои похоронные. И половина из них уже в черноземии Украины находится. Вы знаете, я никак не пойму, а почему вот эти люди, которые, надо признать, все-таки где-то и понимают эту идею Путина, почему они не задаются простым вопросом? Где эта распиаренная вторая армия мира? Почему резервисты должны теперь идти? Ведь если они поймут, что второй армии мира не существует, ее в пух и прах разбила украинская армия. Если поймут, что потери, о которых им рассказывают в Кремле, нужно умножить на 10, как минимум. Если поймут, что Украина и НАТО изначально не планировали нападать на Россию Путина, он это все придумал. Но россияне гибнут исключительно из этой банальной больной фантазии Путина. Может, тогда будут другого качества протесты? Вы знаете, понимают это вообще из этих 25 миллионов. Но вот мы всегда слышим такие упреки от украинцев. Ну, это разные страны. Ваши протесты были всегда... Я вот смотрел предыдущий материал, очень сильный, и я понимаю, какую улыбку украинских зрителей вызову эпизод. Женщины окружили полицейских хороводом и ходят вокруг них. У вас полицейских окружали мужчины и дрались с ними. Ну, разные страны, разный менталитет, разная политическая культура. А, кстати, вот эти полицейские, силовики, ФСБ, полиция, патрули, которые сейчас эти митинги пресекают и пакуют людей в автозаке. Эти ребята могут встать на сторону народа? Ведь они тоже в очереди на фронт. А вот самый сильный аргумент, в вашем помните, вы были женщины, я уже не помню, в каком это городе, это не Москва, а какой-то другой. Подошли к представителям и сказали, мы же боремся за вашу жизнь. Ну, ясно, что эти люди, они окажутся на фронте, но не сегодня, завтра их обязательно Путин. Вот это одно из самых слабых звеньев режима. Они же поймут, что завтра их бросят на фронт. Ну, как же, они всегда имеют опыт военной подготовки, физически развиты и так далее. Это про них. Они должны пойти в первых рядах. Но все-таки они могут услышать людей, они могут услышать женщин беззащитных, которые к ним подходят и говорят, ты же следующий, братик, куда ты? Это неизбежный процесс, но громадным его мультипроектом и триггером, конечно, будут успехи украинской армии, неизбежные. Ну, я говорил еще до этой безумной волны мобилизации, там, референдумов, да, снова возобновился ядерный шантаж безумный. Ну, и Лавров, он себе зарабатывает просто на петлю, уже заработал. С трибуны Генеральной Ассамблеи, министр иностранных дел, ядерной державы заявил, что мало того, они напали на неядерную страну, они готовы против неядерной страны использовать ядерное оружие. Это нарушение абсолютно всех договоров, инициатором которых был Советский Союз и Россия, о том же не распоряжение. Это петля, закон полная. Это вот мы видим человека, которого будет судить международный трибунал. Андрей Андреевич, а давайте еще поразмышляем о россиянах и России, ведь чем эта война для них обернется? Вот смотрите, какие есть случаи мобилизации. В Кемеровской области есть деревушка Тюменева, вот там призвали в армию абсолютно всех мужчин этого поселка. Вот сколько было, 59 человек, всех и упаковали, и повезли на фронт. И ведь не зря сейчас простые россияне начинают кричать, что мы наблюдаем гибель поколений. В соцсетях пишут, дядя погиб в Афгане, отец в Чечне, брат сейчас гнет где-то под Черниговым. Ведь это геноцид по отношению к своей, прежде всего, стране, то, что делает Путин. Ведь так? Это одна сторона вопроса, да, это геноцид русского народа, и не только русского, а есть еще этнический аспект. Мы же видим, что более жесткие демонстрации, они возникают сейчас в национальных республиках, или как они сейчас уже не называются. Я уже не устал следить за всеми инновациями нашими административными. В Дагестане, в Туве, в Якуль, в Монголии открыла границы для всех родственных ей народов, тувинцев, якутов, бегущих от мобилизаций. Поведение Кадырова, между прочим, показывает, что он, скажем, своим заявлением, он подчеркивает, что он вообще-то не руководитель какого-то субъекта Российской Федерации. Он руководитель независимого государства Ичкирия, который пока находится в конфедерации России в силу, так называемой, личной унии Путина и Кадырова. А случится что с Путиным? А, скорее всего, с ним, конечно, случится. Диктаторы фюрер поражения не переживает в истории, но Чечню уже ничего не связывает к России. И это только начало распада страны. Я вам напомню историю Первой мировой войны. Ведь всегда считается, что падение царского режима, революция в 1917 году началась. Или февральская буржуазная, или потом октябрьская коммунистическая. Но по-настоящему распад Российской империи начался в 1916 году. С громадного восстания в Казахстане и Киргизии по вопросу мобилизации армии. После сокрушительных поражений на фронте в 1916 году царское правительство объявило мобилизацию нерусских народов в Средней Азии. Казахов, киргизов, узбеков. Это вызвало вооруженное восстание. Вот слово басмачство откуда? Это люди назывались басмачами и с ними царское правительство. А потом уже и большевики еще лет 40 боролись. Но вот то же самое мы сейчас наблюдаем и на Кавказе, в Кавказских республиках. Давайте сейчас посмотрим. Буквально поражает то, с каким неистовством взялись за эту мобилизацию. Даже некоторые губернаторы, стоит признать, заявляют, что грибут всех подряд и женщин-медиков, у которых есть дети малолетние, призывают студентов, тех, кто по здоровью не подходит, по возрасту, многодетных отцов. И вот показателен случай еще в Якутске, где женщины, провожающие своих мужчин на путинский фронт, они водили некий ритуальный хоровод, благословляющий мужчину сыновей на возвращение живыми. А полиция все это действие приняла за антивоенный митинг, и пару десятков человек, женщин задержали. Потом оказалось, что действительно некоторые пришли с плакатами и требовали вернуть их мужчин. И да, вот так вот это проходило. Нет геноциду, скандируют люди. И в Дагестане сейчас крайне накаляется ситуация. Ну вот этот хоровод снова. Это то, что в Якутске было. И теперь давайте посмотрим Дагестан. Там буквально люди взялись за оружие. Это антивоенный митинг. Снова огромное количество женщин, которые не готовы отпускать своих мужчин, тоже не понимают, с какой целью, почему они должны ехать в Украину, против кого воевать. У всех одно понимание, что все это за иллюзорные цели, как сказал классик, одного человека, Путина. Да, вот еще одна стрельба. К чему это все, Андрей Андреевич? Ну, вы знаете, вы спрашиваете, какие последствия для России. Я провел аналогию 16-го года. Но потом так это восстание не было подано. А в 17-м году вот эти миллионы крестьян, которых все-таки удалось с арскому правительству погнать на фронт, они вооруженной винтовкой вернулись в Петроград. И такое там наворотили, что мы еще до сих пор через сто с лишним лет разбираем по всему постсоветскому правилу. Какие ощущения у вас, что не год придется ждать до того, как вооруженные крестьяне пойдут на Петроград? Если слава сбройным силам Украины, вот возьмут они через две недели Херсон и все развалится через две недели. Вы видите, как напряжена социальная конструкция России. Это мы видим еще только одну сторону противоречий Путина и общества. А внутри элиты. Громадные противоречия по линии Путина генералы. Американцы сейчас, кстати, очень интересная тенденция, стали опубликовывать данные своей разведки. Они говорят, что Путин лично в ручном режиме руководит. Да, он передвигает фигуру. Ну, как Гитлер в последние годы сидит в бункере в Берлине. Перехваты разговоров имеются очень много. И в украинской, и в американской разведке офицеров недовольных. Ну и, кроме того, самая главная проблема между фюрером и генералом классическая. Кто виноват за неудачи Путина? Один выход. Обвинять генералов. Бросать их пыточные застенки своего КГБ, ФСБ. Это очень... И внутри, и внутри бункера то же самое. Путин резко поменил, после вернувшегося из Самарканда, резко изменил концепцию. Вы помните, он целый месяц добивался все-таки какого-то прекращения огня. Пытался использовать разные каналы давления на Украину, чтобы добиться приостановки конфликта, зафиксировать какие-то свои... Да-да, многие говорят, что именно после Самарканда, после этого унизительного для него саммита Шоссо, он начал вот эту спешку с референдумами. Я просто вижу явно, что очень острое выяснение отношений, видимо, происходило утром в понедельник. И он перечеркнул все. Он практически встал на позицию вот этих ультрафашистов, типа Геркина, которые до этого его критиковали очень резко. И два дня он был у них героем. Геркин два дня хвалил Путина. Но когда выяснилось, что заключен обмен пленными и возвращены герои Азова, конечно, все эти ультрафашисты растянили это как предательство и снова набросились на Путина. Я думаю, что Путин уже в голове был такой... Естественно, вот весь этот обмен пленными был, конечно, согласован раньше, на прошлой неделе. Просто Путин, изменив концепцию, встав на позицию ультрафашистов, забыл его, я не знаю, что уже или за его спиной это произошло. Но в результате он оказался издалирован и ультрафашистами, и теми умерениями, которые хотели... ...все вообще не по плану. Все. Он абсолютно унизительный саммит шосс. ...как-то балансировать. ...понимая, что все не так. Ну, снова, вот я уже говорил об этом, они снова размахивают кажущим своим аргументом ядерный удар. Но это бессмысленно. Ну, предположим, вот я до последнего времени считал, что есть три серьезных причины, по которым использование ядерного оружия Путина крайне маловероятно. Первое. Это не имеет никакого военного смысла. Ну, совершит он ужасное преступление. Уничтожит ядерным ударом один украинский город. Что Украина перестанет сопротивляться, а Запад перестанет... Нет. Это первое. Второе. Ему уже сказано 20 раз. Последний раз на самом высоком уровне. Байден его трижды повторил. Don't, don't, don't. Он получит сокрушительный ответ. И, между прочим, насколько я могу судить, уже продуманы протоколы военные ответа на, возможно, ядерный удар. Ну, шау же подняли в небо самолет, свой спецборд, который отслеживает все передвижения ядерных. Да, он несколько десятилетий уже не летал. И ответ, между прочим, он не будет ядерным. Это Путин в своем безумии. У американцев есть более эффективные возможности нанести выщерб конвенциональными средствами. Просто в первые полчаса будет уничтожен весь российский и черноморский флот и все базы в Крыму. И я не знаю, там, сколько дней, наверное, 2-3 понадобятся огневой мощи Соединенных Штатов, конвенциональной. Для этого им не нужно ядерное оружие. Просто испепелить всю путинскую группировку, находящуюся на территории Украины. Если 14 хаймерсов, поставленных Украиной, изменили всю ситуацию на поле боя и позволили Украине перехватить статистическое консюнение, что сделают 500 американских хаймерсов и вся совместная аберрация НАТО. Вот я просто надеюсь, что он это понимает. Андрей Леонидович, я как-то вас уже цитировал на этой неделе в нашем эфире. Однажды, еще в начале, в первые месяцы войны, мы с вами беседовали, и вы сказали, Путин уникален тем, что из разнообразия нескольких вариантов, как выйти из какой-то сложной ситуации, он всегда выбирает самый страшный вариант, самый какой-то неадекватный, самый плохой, скажем так. В этот роковой понедельник он выбрал три самых плохих. Это мобилизация, это официальная юридическая аннексия громадной украинской территории, и третья снова ядерный шантаж. Ну и это три самоубийственных шага. Ну подождите, еще вот следующая неделя, когда ожидаемо, вероятно, президент эффективные опросы, введет, вероятно, военное положение, как уже анонсируется, и что? Закроет границы на выезд, сейчас эти тысячи людей, эти километровые пробки, просто упрутся в собственных пограничниках и никуда не уедут эти люди. И он нам уже объявил историческое свое обращение к федеральному собранию к народу на 30 сентября, когда вот все эти меры, которые тоже причислили, будут им приняты, он их зовет народ на священную войну. Вы знаете, я все-таки думаю, да, я забыл сказать о третьей причине, она может сейчас казаться решающей. Первое, это бессмысленно с точки зрения военной, второе, он получит сокрушительный, болезненный, очень для его военной машины ответ. И третье, я все продолжаю на этом настаивать, у него нет кнопки на столе. Применение ядерного оружия – это процедуры, в которые увлечены полтора десятка офицеров. И не все из них должны оказаться одинаково безумными. Вот подождем до 30 сентября. А почему-то 30 сентября Путина вызывают у меня некоторую ассоциацию с 30 апреля Гитлера, когда он все-таки принял яд. Вот сегодня какое у нас, 26-е? Возможно, за эти 4... 25 дней. 25-е, да. Вот может быть за 4 оставшихся дня он созреет. Для такого единственного оставшегося у него решения. Вы знаете, а вот эти вот люди вокруг Путина, которые на Совет Безопасности приходят и покорно кивают, сами наверняка в глубине души не одобряя того, что все происходит. Ведь они же понимают, что Путин их тянет с собой на дно. Они все пассажиры крейсера «Москва». Вот эти вот люди сейчас, уже в этой ситуации, мобилизации грядущего военного положения, полной изоляции, накала этого ядерного шантажа, они сейчас могут как-то проявить себя? Ну, они явно шли на какой-то компромисс, пытаться договориться о чем-то с Западной Украиной. Но вот та победа, дипломатическая, психологическая, громадная, достигнута Украиной, возвращение героев Азова и возвращение Британии приговоренных к смерти со сограждан, это, я думаю, был результат переговоров именно с той группой. И, в общем-то, Путин был частью их команды. Вот он, как мы с вами договорились, разрыв его психологический произошел в понедельник утром после Самарканда. До этого он вместе с ними искал пути некого компромисса и более-менее такого мягкого выхода из ситуации. Сейчас он порвал все эти, захлопнув все оставшиеся двери. Ну, ему удалось навязать свою волю им в понедельник, но вряд ли он их убедил. Поэтому их враждебное отношение остается. Посмотрим вот эти четыре дня. Я, вы знаете, все-таки серьезно провожу вот эту аналогию с 30 апрелем. С Ливском много не... Он всех, понимаете, он потерял поддержку всех. Он этих людей... Ну, возможно, у него был расчет. Ну, хорошо, я стану тогда вождем ультрафашистов, и вместе с ними мы будем орать. Так он... Нет, Стрелков опять требует его повесить. Что ж, подождем. Подождем, Андрей Андреевич. Спасибо огромное. Давайте пригласите меня 30-го вечера на передачу. Договорились, да. Будем на связи. Будем на связи. Всегда очень приятно. Андрей Андреевич Пианковский был в нашем УФИ, российский политолог, публицесс. До свидания.